Девчонки, привет! Сегодня я опять с вами, очень рада этому. И сегодня я хочу вам показать и поделиться моими самыми-самыми любимыми бронзерами слэш продуктами для контурирования. Это будут вот несколько рекомендаций, советов для каждой, наверное, каждой из вас. Для очень светленьких девочек, для девочек потемней, для девочек, кто хочет как бы одним продуктом решить вопрос и бронзера, и контуринга. Для девочек, кто вот как и я любит, например, одним продуктом добавить и какой-то контур, и цвет лицу, так как получается как бы и контур, и бронзер, и румяна в одном. Вообще здесь будут опции для всех, реально для всех. Поехали! Начну я с реально трёх фаворитов. Это реально бронзеры. Это бронзеры, которые дают вот такой как бы тёплый оттенок загара вашему лицу. Это то, что не столь подчёркивает как бы именно структуру костей, сколько просто, в общем, немножко даёт такой тёплый оттенок, загоревший, отдохнувший, здоровый. И здесь у меня два абсолютных фаворита. Это вот бронзер от The Body Shop. Это их бронзер из медовой серии. Он реально выглядит как сотый мёда. Это у меня оттенок 0.1, но даже 0.1 оттенок, он идеально подойдёт белоснежкам. Но хочу вам сказать, что это именно, это не контуринг, а это именно бронзер. Он имеет такой как бы рыженький, оранжевый, такой жёлтоватый потон. Это именно, именно бронзер. Мне очень нравится текстура шёлковистая, просто реально как шёлк. И он, наверное, самый матовый из всего, что у меня здесь. Да, он не матовый в плане того, как, знаете, смотрится с сухой, как бы таким, такой сухим мелом на лице. Он очень такой шёлковистый, очень такой, не знаю, даже маслянистый, такой очень мелкого помола. В общем, шикарная текстура. Но я к тому, что в нём не содержится дополнительных каких-то там шиммеров, шиммеров, частиц. Он не полностью матовый, но он, скажем так, один из самых матовых здесь. Я на каждый продукт сниму свотчи. Да, кстати, я постаралась. Я сняла свотчи здесь, потом сообразила, что вам их будет не видно. Сняла свотчи здесь. Я всё приближу, буду снимать вблизи, буду снимать крупные кадры. В общем, не пугайтесь, я вам всё покажу, всё расскажу. Вот это он самый-самый-самый, о, не знаю где, самый-самый-самый низкий. Кстати, да, девочки, кто ещё не видел, я уже без гипса и постепенно пытаюсь вернуть эту руку в мою жизнь, потому что она немножечко отказывается с нами быть вместе, но мы работаем, я хожу к реабилитологу, мы занимаемся, поэтому да. Я так делаю, потому что он мне дал задание сжимать и разжимать. Так, ладно, вот он первый. И очень похожий продукт на него и по текстуре, вот этой вот просто шелковистой текстуре, которая... Так, кажется, что она реально вот маслянистая, такая кремовая, но на самом деле это просто сухой-сухой продукт, да, сухая прессованная пудра. Это уже от Physicians Formula Butter Bronzer называется. У меня оттенок Light Bronzer, это, по-моему, самый-самый светлый. Они очень близки по текстуре, они очень близки по тону. Ну, просто я бы сказала, что это реально один и тот же продукт. Поэтому смотрите, что вам удобнее, если это бодишоп удобно заказать, или же Physicians Formula продается на iHerb. В общем, смотрите, и там, и там я поставлю на все линки. Это оттенок 01, это Light Bronzer. На все будут линки, описание внизу, названия, оттенков, номера и так далее. И еще вот хотела реально похвалить бронзеры Physicians Formula. У них вот все бронзеры, которые я когда-либо попробовала, они все крутые. Просто они немного разные, кое-какие с напылением, шиммерным, кое-какие без, кое-какие более холодные, более теплые, более рыжие. Но они все реально крутые. Вот бронзеры, это то, в чем они разбираются. И вот другой продукт от Physicians Formula. Это уже называется Bronze Booster. У меня в оттенке Light to Medium. Он тоже очень-очень-очень похож на предыдущие два по оттенку. Я сейчас вам покажу. Самый нижний это Body Shop, второй это Butter Bronzer и третий это Bronze Booster. Но этот мне нравится капельку меньше, потому что эффект тот же самый, но он более сухой, более густопрессованный. Как бы его меньше набирается на кисть. Он более, скажем так, твердый. Да, вот сам компакт более твердый. И он меньше передается как пигмент на кожу. Для тех из вас, кто реально боится нанести большое пятно там или что, как бы это будет шикарный вариант, потому что вам придется нанести его там два или три раза, чтобы нарастать, да, интенсивность. Вот этими же, как бы, вы тоже сами взяте за один раз. Поэтому, как бы, тоже люблю, тоже классно. Но с тех пор, как у меня появился вот этот, он вот прям более такой, не знаю, называется Butter Bronzer. Он реально как будто маслянистый. Не знаю, как передать эту текстуру. То, чего в этом нет. Но это тоже классно. Это были три реально бронзера-бронзера. Вот такие, как вы видите по оттенкам, такие более желтоватые, такие немножко оранжевые, немножко реально цвет загара, да. Далее идут такие продуктики универсальные, которые что-то среднее между бронзером и контурингом. Это такие не рыжие, но не серые оттенки. Они очень универсальные. Это тот продукт, который нанес один и побежал. Это как бы, это для тех, как я, которые не любят вот отдельно контур, отдельно бронзер, отдельно. Это реально вот, не знаю, продукт для ленивых. Или там для начинающих девочек, которые вот большую кисть, чик-чик-чик, нанес быстренько и реально побежал. И они всегда смотрятся просто шикарно. Это, у меня здесь такой контраст, два продукта от MAC и один от Floormar, который я рекомендую как бы на равном. Это так странно, но вы знаете меня, у меня нет никаких стереотипов. Я реально просто смотрю на продукт, на его содержание, на то, как он наносится, как он держится, как он смотрится. Как бы, скажем так, уберем упаковку в сторону, а дальше уже я вам советую продукты крутые. Дальше вы себе решайте, что вам нравится. Floormar иметь в косметичке, или вы себе можете позволить MAC, или Bobby Brown, или... В общем, это уже за вами. Но они реально одинаково крутые. Итак, первый, я о нем вам уже рассказывала много, это продукт от Floormar. Называется он Terracotta Powder в оттенке, не знаю, в каком оттенке. В общем, я все, я все напишу внизу, вот такой вот он с более темными прожилками. Это запеченная пудра, очень красивый финиш, настолько дорогой, деликатный, вот такой вот прям кожа, знаете, здоровая, дорогая кожа. Не знаю, как это объяснить, никаких блесток, никаких шиммеров, но просто вот такая текстура, которая реально идет вашей коже на пользу. Вот ваше лицо смотрится в 100 раз лучше, вот с такой пудрой на лице, нежели с полностью матовой. Итак, это у нас четвертый. Это вот он, и вы уже заметите, наверное, даже на видео, что вот эти оттенки, начиная от этого, вот этот и следующие два, они более средние, скажем, между теплыми и сильно холодными. Вот это был первый от Flormar, я его уже показывала, и следующие два будут от MAC. Это обязательно Baby Don't Go, я его всем белоснежкам советую, всем-всем-всем, он реально крутой. Он и бронзер, и контуринг, и немножко имеет такую здоровую, как бы, розовинку, что ли, не знаю, как сказать, но вроде бы, как бы, оттенок живой, здоровой кожи, как бы, в общем, оттенок здоровья, скажем так, да. И он вам заменяет и, если честно, и бронзер, и контуринг, и в какой-то мере даже и румяна. Очень часто, когда я ношу вот эти три продукта, о которых сейчас говорю, я румяна не наношу. Итак, это Baby Don't Go, это он более матовый, да, он более матовый, и, да, он из этой троечки самый матовый, скажем так, Baby Don't Go. Ну, и сводч на него, бум-бум-бум-бум-бум, вот он, сводч на него, ниже тот от Floor Mar, выше следующий от MAC, и следующий от MAC, это уже Mineralize Blush в оттенке Cosmic Force. Это такой интересный оттенок, это, наверное, одна из самых последних моих новинок в этой коллекции. Он тоже что-то среднее между бронзером, контурингом, румянами, имеет такой интересный, даже немножко серовато-фиолетовый, могу сказать, даже потом. В общем, очень-очень крутой продукт. Сейчас я вам покажу на него сводч. Вот, он из этих трёх, наверное, самый холодный, что ли, и немножко, как я уже сказала, даже фиолетовый. Кстати, вот сейчас он на мне. Вот, это он. Он имеет тоже, как и этот от Floor Mar, такой нежный сатиновый финиш. То, что вы сейчас видите, блеск, это хайлайтер. Это не от него, а он под хайлайтером. Я к тому, что не берите этот блеск, как блеск от этого продукта. Это не он. Так, это три, которые реально я советую, реально, просто всем. Если первая тройка, это чисто бронзеры, из которых даже самые любимые на него два. Они такие более мягенькие. Следующая тройка, как я уже говорила, это такие универсальные продукты, которые реально нужно иметь всем. И опять же, когда я говорю всем, это один из этих. Это не все три, а один из этих. Если вы очень-очень светлая, значит, baby don't go. Если вы более такая, ну, вот как я, да, светлая, но не прям белоснежка, то это вот я вам советую или MAC Cosmic Force или Floor Mar, вот эту вот пудру. Вы, наверное, уже заметили, что у меня в этом видео не появится MAC Harmony, а именно потому, что я ее не считаю универсальной. Это интересный продуктик, я его люблю, я им пользуюсь, но не очень часто и не могу прям советовать, как реально must have для всех, потому что он имеет вот такую вот какую-то красноту, которая, в общем, мне нравится иногда, когда это у меня продукт универсальный, который заменяет и румяна. Но это не универсальный бронзер для всех, скажем так. И следующие три продукта, они уже имеют каждый свою конкретную такую функцию. Это же, конечно, Hula от Benefit. Вы все знакомы с этим продуктом. И я вам покажу сравнительно его на коже. Вот он Hula, третий сверху. Он имеет даже прям такой реально зеленоватый потон. Он не коричневый, не рыжий, он не серый. Как бы он не чистый контуринг, он не чистый бронзер. Он что-то, опять же, среднее, но он уходит в более такой даже зеленоватый, какой-то болотный оттенок, если честно. Смотрится очень натурально. Знаете, как селфтенеры бывают двух оттенков. Бывают такие с краснотой селфтенеры, с красной базой, пигментом. А бывают с зеленым, таким оливковым, чтобы выглядеть более натуральным загаром. Так вот, это именно вот тот оливковый, как бы, оттенок. Выглядит супер натурально на лице, но просто вам, как бы, как сказать, говорю все как есть. И очередные два, это вот моя недавняя, наверное, самая последняя новинка в этой коллекции. Это от The Balm, называется Balm Desert. Они даже пишут здесь bronzer slash blush. Типа это и бронзер, и blush. И я соглашусь, это реально из тех продуктов, которые я люблю очень. Это из тех продуктов, которые нанес и побежал. Он заменяет все. Я очень люблю. Вот на него swatch, вот он второй сверху. Он, наверное, вам замен на такой более красноватый, такой немножко с розовинкой. И это именно поэтому. Он смотрится классно. Я его наношу, начиная от того места, где контуринг, и идем наверх, где бронзер, где румяна. В общем, просто большой кистью. И он смотрится, как несколько оттенков. Как бы, на вот самых выпуклых таких щечках он смотрится, как оттенок румяна. А в складке он смотрится, как оттенок контуринга. В общем, такой реально классный продукт. Очень пигментирован, поэтому с ним надо осторожно. Но я наношу пушистый такой, с неплодонабитой кистью. Сейчас покажу. Очень-очень нравится. И для сравнения, он не вошел, честно скажу, в этот как бы must-have, видео must-have. Это NYX Taupe. И сейчас объясню, почему. Вот он самый верхний. Он самый просто серый. Просто самый серый из всех. Я им пользуюсь, если честно, даже очень часто. Но как-то, мне кажется, он не настолько универсальный, чтобы его рекомендовать всем на каждый день. Как бы, если бы вот MAC Baby Don't Go, этот от Flormar и вот этот вот Cosmic Force, я бы рекомендовала просто всем. Также Hulu. Хотя немножко он как бы другого потона, но тоже всем бы рекомендовала. Этот бы тоже всем, кто хочет вот такое, что-то среднее между бронзером и румянами. Этот он реально серый. Я бы его оставила просто для визажистов. Им очень легко добиться вот такого как бы нездорового оттенка, серого как-то, который не украшает. Здесь нужно знать меру, нужно знать нанесение, правильная кисть и так далее. Как бы это не из легких, который взял большую кисть и побежал. И плюс он какой-то вот на данный момент, может он у меня самый старый из всех, но на нем как будто сформировалась такая твердая корка и он реально вообще очень плохо набирается. Он как бы просто даже не набирается на кисть, я не знаю, скажите мне, может быть он как-то устарел или что. Но я его реально для того, чтобы нанести здесь свотч, я его просто отцарапывала ногтем и как бы набирала так много-много-много изнутри для того, чтобы нанести свотч, показать вам. Но он здесь больше даже для сравнения оттенков, чтобы вы видели все на фоне этого Mixed Taupe. Сейчас, как я говорила, на мне вот этот от MAC Cosmic Force. И наносила я его вот этой кистью, которую обожаю для бронзера. Она у меня относительно недавно, но она у меня уже такой прям фаворит-фаворит. Это кисть от Eco Tools. Я ее показывала в видео-покупках iHerb. Из двух кистей это была менее набитая, как бы она называется как-то loose powder или как-то так типа полупрозрачный финиш. А вот, sheer powder. А еще была другая, очень похожая по модели, но она уже более набитая и она набирает пудру прям таким плотным слоем. Она как-то называлась уже там full powder, а это sheer powder. Вот она сейчас на мне. Я просто вот так вот как бы нанесла очень быстро подбородок, скулы, щечки и немножко по верхней линии роста волос. Очень ее люблю. Очень она похожа в нанесении вот на эту от Real Techniques, которая мой фаворит уже, не знаю, лет 5, наверное, для нанесения румяна и бронзера. Очень удобно ей вот реально вот такие продукты, которые, знаете, с которыми легко, которые как бы нельзя переборщить, нельзя сильно ошибиться, некуда, да. Вот я люблю для таких продуктов, я люблю большие кисти. Еще для этих целей мне нравится иногда, зависит от того, какой я образ делаю. Например, вот для таких продуктов, как NYX Taupe или же какие-то более такие четкие, я иногда использую вот эти вот малютки. Это от Real Techniques Contour Brush и это от ELF Small Taper Brush. Это когда вы именно хотите, знаете, контуринг отдельно, бронзер отдельно, румяна отдельно и так далее. Но если честно, я очень редко заморачиваюсь вот такими, поэтому для меня вот это и это, это прям-прям must have. В последнее время часто использую вот эту кисть, хотя покупала ее для хайлайтера, но часто ее использую для бронзера. Это тоже от Eco Tools, называется Deluxe Fan Brush. Ей очень удобно в плане того, что ты наносишь, вот прям набираешь бронзер и я ей прям вот реально как бы прохожусь вот, не знаю, как показать на камере. Вот так, вот так, как бы и создаю такое, знаете, как, как немножечко, как чашечку, которая визуально подымает, приподымает щечки. Очень красиво получается или же просто такой вот ровной, ровной линией удобно растушевывать. Скажу честно, такого типа кисней, которые традиционно считаются идеальными для нанесения бронзера, контуринга, я не люблю. Вот которые, вы видите, они такие немножечко скошенные. Ну а пока!